Друзья, готовьтесь! Я знаю конкурс, только знаю вас. Ясное дело, что конкурс появился намного раньше, чем мы вместе с вами, но тем не менее, вы довольно часто принимаете участие в отборочных этапах, вы участвовали в 2009 году, представляли нашу республику. Поэтому первый вопрос такой, почему вы не можете успокоиться? Вот уже, в принципе, опыт есть, слава какая-то уже есть, в принципе, не только в Молдове, но вы по-любому не останавливались. Ну, в первую очередь, как для любого артиста, это главное все-таки его творчество. И все остальные какие-то моменты, интриги или какие-то, как любят вокруг Евровидения крутиться, оно все отбрасывается в отдельную какую-то полочку, когда появляется на горизонте такая классная европейская, современная и крутая песня. Когда появляется такая песня, соответственно, отпадают все другие какие-то моменты о том, почему выступать, не выступать и сразу выходить и петь. С другой стороны, как бы три года подряд Молдова не выходила в финал, к сожалению. И мы, имея хороший опыт, хороший европейский трек, хотим вернуть Молдове славу и обратно вытащить ее в финал. Вы так много говорите о вашем европейском треке, давайте подробнее. Почему он настолько европейский? Где вы ее записывали? Кто вам его помогал записывать? Сами, с усами. Дело в том, что у нас, вот мы уже говорили о такой приятной новости, что у нас, наконец-то, мы открыли свою студию звукозаписи. Поздравляю вас! Чайок, кофеек, можно приходить? Конечно, заходи в гости. Приходи в гости. У нас свой лейбл музыкальный. Теперь мы пишем треки и музыкальные композиции уже другим артистам. В общем, мы прозондировали, мы очень много слушаем европейской музыки. И вот нашу композицию «Хай Мама», которую мы представляем на Евровидении, мы постарались сделать в лучших традициях музыкального тренда на сегодняшний день. Потому что подобная музыка звучит там сегодня из каждого утюга, поэтому у нее больше шансов. Тут многие, возможно, критики с вами могут не согласиться, потому что Евровидение невозможно предугадать его тренды, потому что, ну, реально, вот все думают, что в этом году победит какая-то электронная композиция, электронной музыки, да, побеждает рок-композиция. Либо вообще непонятно, что за натравление. Опять же, я с тобой согласен, я согласен с тобой, но даже в каждом жанре, да, например, взять там рок, да, у него есть, опять же, свой тренд, да, вот на сегодняшний день. В поп-музыке есть тоже на сегодняшний день свой тренд. И эта песня в жанре поп, да, музыки, она является как раз вот этим, ну, мы так видим, по крайней мере, вот этим трендом. Поэтому считаем, что она как-то… За шесть лет, уже практически за семь лет Евровидение в ваших глазах, она изменилась вообще? Ну, будем говорить на глобальном уровне, не будем говорить про Молдову. Ну, ты знаешь, вообще нужно помнить о том, что, в принципе, это большой музыкальный праздник, который каждый раз в каждой стране, где бы он ни проходил, он проходит по-разному. Потому что это не только вот со всего мира съезжаются артисты, певцы, композиторы, журналисты и тому подобное, люди, связанные с шоу-индустрией, но это еще и возможность страны показать все самое лучшее, что у нее есть. А лучшие, кстати, изменения, которые произошли на Евровидении, это то, что начала участвовать Австралия в Евровидении в самом конкурсе, а в Америке началась трансляция этого конкурса. В частности, зрителей стало больше. Зрителей стало намного больше. Практически весь мир. Практически весь мир. И все, весь мир уже. Американцы в прошлом году уже смотрели Евровидение, у них была трансляция, так что это уже не Евровидение скоро будет, а World-видение. Что касается вот вашей, может быть, уже подготовки, я не буду понимать, понятно, вы не откроете все карты, но вы уже хотите отписать все-таки от музыки, либо от шоу, либо от всего вместе. Мы хотим сделать все вместе, чтобы было и шоу на 100%, и, как мы считаем, и трек у нас на 100%. Все будет готовиться здесь, у нас в республике, есть ли какие-то, потому что я знаю, что некоторые артисты прибегают к помощи зарубежных продюсеров, различных промоутеров, которые помогают какие-то идеи платья сшить, не знаю, там, какие-то шоу различные устраивать. Вы все-таки понимаете, что у нас есть возможность все в Молдове сделать, так скажем, не прибегая к помощи заграничных людей? У нас есть много людей, достаточно талантливых стилистов, режиссеров и имиджмейкеров, можно так сказать, которые могут создать вот этот образ. Да как бы и мы уже в этом плане можем тоже дать, кому хочешь прикурить, как бы мы уже примерно понимаем, кто мы есть и что мы есть. Мы буквально вчера сидели на студии и придумывали наши образы сами втроем, просто сидели и додумывали, как мы это все видим. Честно, каждый год я смотрю конкурсы Евровидения, потому что большую часть всех артистов я лично знаю, большую часть артистов знаю вне конкурса. И мне постоянно задают вопросом, зачем, ребята, вам это надо? Почему я задаю этот вопрос? Потому что я вижу потом огромный шквал критики, неважный от результатов. Наверное, только общий сдуб в свое время не получали. Они первые были. Вот они, как бы их обошла, наверное, вот эта вот волна. Кто-то же должен, в конце концов, побить их рекорд. Ну вот только, ну скажем, желчи выливаются на любого артиста, кто участвует. Вам. Я тебе объясню, почему это происходит. Да, мы уже знаем, все готовы ответить на этот вопрос. Я не спрашиваю, почему это происходит. Я спрашиваю, как вы с этим будете бороться, не боитесь ли вы этого? Потому что у вас, в принципе, уже хорошо раскрученное имя, бренд, да, который, в принципе, стоит ли его, может быть, скажем... Я думаю, что вообще артист, это, как бы, такая единица, такой человек, который не должен бояться каких-то моментов. Потому что, вообще, в принципе, человек, да, но должна быть какая-то все равно какой-то экстрим. Когда ты расслабился, сел на кресло и говоришь, что, а, у меня все есть, я уже, как бы, артист, я и так популярен, да, то есть, ну, значит, ты будешь... Творчество будет умирать. В конце концов... Когда ты делаешь хороший, качественный продукт, и тебе за него не стыдно, поэтому, пускай поливают нас желчью кто угодно, мы делаем наше творчество и нашу работу так, как мы это умеем. И почему-то во всем мире она очень многим нравится. Знаешь, я тебе скажу, почему вот это все происходит. Во-первых, в нашем отборе всегда он сопровождался какими-то скандалами, интригами. Ну, смотрите, мы только смотрим наши отборы, я думаю, что в каждой стране есть свои какие-то подводные камеры. Нет, там все по-другому. Да, там по-другому, да, есть. Но, что хотелось бы сказать. В любом случае, человек, который принимает участие в каком-то состязании, он действительно хочет победить, да, это конкурс, это даже вот отбор. И каждый из артистов вкладывает всю душу, весь свой талант, весь свой бюджет, я тебе скажу честно, вкладывает в то, что... Мне интересно, как ваши жены восприлили эту новость, что вы опять участвуете в Европе, и никто летом отдыхать никуда не едет. Нет, мы, слава богу, ездим, все хорошо. Но сам факт, что в любом случае это нормальная человеческая реакция, когда твои надежды, они как бы в какие-то моменты оправдываются, в какие-то нет. Поэтому это жизнь, не все коту-масленица. Поэтому надеемся, что... Вот мы тоже, в свою очередь, надеемся, что нам повезет, что все проголосуют, что в этом году будет честное голосование. И каждый отдаст свой голос именно за того представителя, которого бы он хотел видеть уже непосредственно на самом шоу. Ребята, я вам искренне желаю удачи. Прямо сейчас мы посмотрим нумерологию, сюжет о нумерологии. Сулла Ахимова расскажет о сегодняшней дате, числа, которые сопутствуют нашему дню. Ну а после этого мы послушаем вашу композицию, которую вы подготовили для проведения. Успехов вам и будем ждать вас еще в гости с новыми событиями. Спасибо огромное.